Привет друзья, сегодня будет битва, битва светлой и темной стороны, а именно двух бюджетных видеорегистраторов 70 мая, D08 и D02. Технические характеристики и цены вы сейчас можете видеть на экране, по мне они настолько схожи, что мне показалось, что нет смысла переплачивать. В этом и суть нашего видео, будем проверять. Начнем с комплекта, он на 99% идентичен. Небольшие отличия в толщине мануала и размере шпателя для прокладывания кабеля. В остальном все абсолютно так же, ну и цвет, черный корпус против бронзы, в целом все. Кнопки управления, кабели, штекеры, экраны, все внешне одинаков. Оба регистратора приветствуют и сразу же просят установить дату и время, и выбрать язык, на котором они с вами будут болтать. То, что абсолютно все регистраторы 70 мая можно сконнектировать с телефоном через Wi-Fi и смотреть видео там, я думаю говорить не стоит, это и так все знают. Главное отличие, конечно, разрешение. D02 выдает Full HD, а в D08 в настройках вообще нет пункта с выбором качества записи. Спойлер, только после того, как мы скинули запись для сравнения, стало известно, что разрешение тоже Full HD. Ладно, говорить о чем-то еще не вижу смысла, всех интересует картинка, поэтому к ней и переходим. Сейчас на экране запись D02, день. И картинка просто отличная. Давайте приблизим номер автомобиля. Да, действительно все неплохо. Пикселизация присутствует, но небольшая. Засветов днем вообще никаких, регистратор показывает себя с лучшей стороны. А вот это ночь, тут дела обстоят явно похуже. Ну, супер ночные съемки от бюджетного регистратора я и не жду. А вот и результат четкой записи. Просто фокусировка и экспозиция чуть запаздывают. Спустя небольшое количество времени номер видно отчетливо и я не вижу никаких проблем. В целом все более-менее устраивает. Теперь перейдем к D08, тут дела явно похуже. Искажения во время поворотов чуть выше, пиксель видны чуть сильнее, но в целом картинка оправдывает потраченные 3,5 тысячи. А вот с ночной съемкой все значительно печальнее. Конечно, мы попали в самые спартанские условия. Дождь, осень, но почему бы и нет? Вы же будете передвигаться именно в такое время. И вот тут все бликует, видно минимум и куча засветов. Может быть, конечно, это ксенон так себя на записи ведет, но нам-то какая разница? В общем, ночная съемка у D08 в таких трэшовых условиях была полностью завалена. Теперь давайте подведем итоги. Оба регистратора за свои деньги заслуживают внимания, но более свежая версия D02 показывает себя в работе куда более качественней. Кроме этого, D02 имеет возможность подключения дополнительного GPS-модуля ADAS, что очень полезно в случае ДТП. Там тебе и маршрут, и скорость, и четкое местоположение. Ну вот, как-то так. Надеюсь, этот обзор получился максимально адекватным и понятным. Исходники видео я, конечно же, загружу на облако, и вы сможете глянуть сами. Ну а мы с вами прощаемся. Впереди много интересного контента. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и будьте просто с нами. С вами был автомобильный канал Проавто. До скорых встреч.